Очередная тренировка обычной детской футбольной команды. Но это только на первый взгляд обычной. Футбольному клубу «Рух» всего три года, а его воспитанники уже достигли большого прогресса. И не перестают удивлять тренера, родителей, зрителей. К примеру, недавно они вернулись из Польши с международного турнира. Ребятам удалось обыграть футболистов из Франции, Польши и Украины. Их девиз – прост успех. Каждого – это успех всех. Сила не в индивидуальности, а в команде. Мы все время друг другу говорим, что надо не терять настрой хороший, и надо всегда быть в позитиве. Мы просто уже давно знакомы, и мы друг другу всегда помогаем. В основном катаемся то, что, так скажем, где-то находится рядом. Мы были в Варшаве два раза. Один раз выигрывали турнир такой довольно-таки крупный по нашим меркам. Были на турнире на Украине в Ковеле. То есть два раза весной мы были там восьмые. И через полгода, подготовившись, приехали, уже заняли второе место. Также были на турнире в Польском Хилме городе. Там немножко неудачно выступили, не вышли из группы. И вот буквально совсем недавно, пару дней назад, мы были в Польском Лукове городе. Это для нас такой, скажем, традиционный турнир. Мы ездим там последние три года. И каждый год привозим оттуда какие-то призовые места. В прошлом году были вторые. В прошлом турнире мы заняли два дня назад первое место. Если театр начинается с вешалки, футбол, конечно, с тренера. За полтора года тренерской работы под руководством Николая Приступа и мальчишки научились действительно многому. Видеть поле, страховать друг друга, отдаваться игре до последней минуты, не жалея крайний пас или удар. В ходе тренировки тренер показал нашей съемочной группе привезенные из Польши трофеи. И откровенно пояснил, что это вовсе не главное. Взращивать любовь в детских сердцах к футболу все же важнее, чем кубки и медали. Правильно говорят, что детский футбол это, наверное, искренний футбол. Тут все по-настоящему, все эмоции, их радость, слезы. Тут нет какой-то такой фальши, фальшивости. Выиграли, искренне радуются, проиграли все, искренне плачут, слезы. Наверное, за счет этого и я в этом тоже участвую, потому что тут все по-настоящему. Нам очень повезло с тренером. Николай Юрьевич с детьми настолько нашел общий язык. Я думаю, что благодаря этому и у нас спортивные результаты такие. Ну и не только спортивные. Потому что Николай Юрьевич требует, чтобы дети в школе хорошо учились. Согласитесь, вопрос дальнейшего развития футбола в Бресте, да и в целом в стране, это вопрос подготовки самых молодых спортсменов. Здесь важно все. От качества полей, наличия спонсоров, до тренеров и, конечно, родительской поддержки. Во многом, благодаря материальной помощи близких, дети играют и побеждают. Бессменная, самая мощная группа поддержки болеет не только на выездах. Родители регулярно посещают и тренировки. Каждый матч – это столько эмоций, столько переживаний, чтобы забил. После игры все время обсуждаем. Ну, папа, конечно, больше спрашивает. Папа очень критически относится к его игре. Очень много за последние три года. Уже видно, конечно, что они прибавили, какие-то финты отрабатывают. И даже, знаете, когда последняя игра в Польше была, был такой момент, там Андрюшка пяткой назад отдал мяч. И у всех такая родители, его тренировка, реакция, типа, что это было. Ну, такое интересно, как взрослые уже, понимаете, вот играют. Такие вот интересные моменты на поле происходят. После летней паузы футболисты будут активно готовиться к октябрьскому турниру в Украине. Виктория Саченко, Павел Малошонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.